Всем доброго времени, с вами Марета. Сейчас мы посмотрим его послание вам, что он вам передаёт. Ну, немножко я сделаю такое вот незамечание, наверное, а расскажу такие моменты вам. Во-первых, что такое коллеги? Как многие тут говорят, коллеги, тарологи, туда-сюда. Во-первых, я не таролог, я лучше, у меня ясновидение. Во-вторых, никаких коллег у меня нет. Всякие бабёнки, которые купили карты таро и возобнили о себе ведьму, вам нужно сходить в психушку. Вас там наколят феназепамом и будете там сидеть, воображать там дальше о себе каких-то ведьмах. Я некромант, некромантия, вид магии, который предполагает общение с умершими. Боевой, тёмный маг. Таких очень мало. В России я одна, наверное. Вот. То есть я работаю с душами умерших загробного мира. Я делаю порчи, деструктивные работы. Но опять же, да, повторюсь, что порчи не на всех и на всё. Я наказываю хамов, уничтожаю их. То есть это загробный мир, это общение с смертью, дышать с ней на одной волне. Это очень такой тяжёлый путь. Всякие какие-то вот женщины, даже взрослые женщины, которые возомнили о себе, там, я не знаю, космоэнергетов каких-то или ещё что-то. Вообще вам до меня идти как до, не знаю, от России до Франции пешком. То есть это такие женщины, которые любят ставить себе на голову короны и вот эти всякие зазнайки, которые купили себе Таро, и сидят, и всё. То есть здесь совсем другое. У меня ни с кем нету никаких отношений в плане сотрудничества. И я никому не служу, как вы тут говорите. Никаких договоров с дьяволом у меня нету. Немножко придите в мир, да, вот, как эзотерики. Поймите, кто есть кто. Немножко определяйте шарлатанов и не шарлатанов. То есть, да, когда другие тарологи, там, говорят, мы служим, вообще, вы к кому служите? Вы рабы или что, я не могу понять. Как бы, да, кто вы? Когда мне пишут, о, привет, коллега, я не коллега, я мастер. Коллеги тебе там по цеху будут. Покажите мне хоть одного чернокнижника или, да, тёмного мага. Сейчас тут покажите боевого тёмного мага, да. По моим, вообще, выражениям и по моим действиям здесь, на канале, видно, да, что у меня нету страха. Я его не чувствую. А человек силы настоящей не чувствует страха. Никогда не буду перед кем-то унижаться в данное время вообще и вообще в жизни и сейчас. А вот эти всякие недоторологи, которые заходят ко мне на WhatsApp и вообще пишут, привет, коллега. Да, и обращаются ко мне за помощью, да. Вот. Я просто с таких смеюсь. Для меня вы клоунессы. Реально клоунессы. Вот. Кому я не помогла там, да, кто мне пишет. Вот вы там мне не помогли, ну, потому что вы не платили. Вы не хотите платить. Ту цену, которую диктую я, которую диктует мастер. Я уважаю, ещё раз повторяю, все религии, все работы. Не надо пытаться выставить меня в какие-то рамки национализма. Я уважаю всех и вся, ещё раз говорю, в моих постах это видно. Вот. Я не фанатичка, я не призываю вас открещиваться и верить дьяволу. Как многие это делают, какая-то дура тут есть. Она кланится там. Ну, это уже на показуху. В душе она не верит. Это она просто заставляет, ну, людей вот. Ну, такая больная. Настоящие ведьмы никогда не будут никого заставлять или ещё что-то. У них есть свои дела. У них очень много дел. Они заняты. Это люди не от мира всего. У них другие ценности. Они никогда не будут этого делать. Вы хоть видели, что я говорю, придите к дьяволу или ещё что-то, да? Ну, такого не было никогда. В принципе, человек сам решает, куда идти, кому прийти, кому молиться, от кого откреститься и так далее. То есть человек решает сам и по жизни, как бы, да? Как вот другие тут дебилка есть одна, которая... Путь души я открою, путь души. Ну, ты кто? Человек решает сам. Сам решает, что ему делать. То есть ему можно подсказать, но человек решает сам. Иначе это кукла Вуду, который пользуется и за верёвочки дёргают. Человек должен сам идти по своему зову, по сердцу, по душе и понимать, кто он. А не платить какие-то бешеные деньги за наёб. Простите, за наёб. Вот. И ещё я хотела сказать. Наталья, извините перед вами. Десять тысяч перевод пришёл. Я потеряла ваш номер. В WhatsApp было много клиентов. Я потеряла ваш номер. Да, он дошёл мне на золотую корону. И да, я получила платёж. Это действительно так. Вы знаете, что поэтому я честная. Я сделала чистку сегодня. Я её провела. Платёж я получила. Вот. Он пришёл мне на золотую корону. Я зашла и перевела на свою карту. То есть, да, платёж мне пришёл. Да, действительно. Он задержался. Я прошу прощения. Да, платёж задержался. Но сегодня он был поступлён мне на, как бы, золотую корону. И, как бы, я перевела их себе. Вот. И сделала вам чистку. Ваш номер я потеряла. Но отчитываюсь. Ну, не то, что отчитываюсь. А говорю вам, чтобы вы знали, что деньги не ушли зря. Что я их получила, я вот вам говорю здесь на YouTube. Сейчас минуту карты пересчитаем. Субтитры делал DimaTorzok Досчиталось всё. Вот. Да, ну, как бы, давайте начнём. Его послание вам. Что он хочет сказать вам? Да, загадывайте. Я говорю, что тут можно и на настоящего, на которого, с кем бы, точнее, сейчас в отношениях, и на бывшего. Но тут что-то идёт, что, да, у нас будет на бывшего. Загадали люди. О, как. И сразу у нас карта выпала. Ой, давайте. Смотрите. Ну, сразу хочу сказать, что человек не свободный. Он говорит о том, что ты для меня главная женщина, но я сейчас не свободный. То есть это тёмный мужчина, лет 38, может быть, вот так вот, да. И здесь он передаёт вам о том, что... А почему-то у меня такая... Простите, у меня идёт или Чечня, или Дагестан. У кого-то парень реально Чечня или Дагестан. Я не знаю, это я увидела просто вот. Не знаю почему-то. Вот. Ну, ладно. Давайте. Дальше смотреть. Он женатый. Он несвободный. И он говорит о том, что... Да, я скучаю, но я сейчас в данное время нахожусь с женой. Своей женой, с которой мы дальше идём рука об руку. Мы с ней дальше строим свой очаг. И уход. Он рассказывает об уходе. Сразу показывает уход. О, цветут сады. И у меня в глазах ты. Он говорит о том, что он постоянно куда-то ездит. И он думает о вас. И когда наступает лето, вот сейчас ближе весна, он говорит о том, что я вспоминаю по весне тебя. Смотрите, здесь у кого-то мужчина, может быть, действительно не русский, лет 38 ему может быть до 40. Он говорит о том, что он вспоминает вас. И почему-то тепло, весна. То есть, может, он так думает о вас, что мне хорошо, тепло может быть. Он вот вас ассоциирует с весной, с летом ассоциирует вас. Но он говорит опять об уходе. Уход, уход, уход. Он говорит, нужно зарабатывать деньги. Мне нужно двигаться. Я не могу сидеть на месте, он говорит. Мне нужно двигаться. Я думаю о тебе. Я сделал этот уход сам. Я решил уйти. Я сделал его. Я решил уйти. Так надо было. А так надо было почему? Ну вот потому что я женатый человек. Он говорит о том, что идет какое-то давление моральное на него со стороны родственников жены. Родственники жены давят, давят, давят. И он говорит, что я постоянно в движениях сейчас. Мне нужно зарабатывать деньги. Мне нужно работать, трудиться на благо семьи. Он сразу рассказывает об уходе. О своем уходе. О том, что сейчас ему тяжело. О том, что сейчас ему больно. Как бы не было больно. То есть он помнит вас. Но сейчас есть препятствия. И препятствия к примирению. Это другая женщина. Это его семья. Но он говорит опять почему-то о весне. О теплоте. О том, что цветут сады. Идет сирень. Я чувствую запах лета. То есть он говорит. Я постоянно вспоминаю тебя, когда выпиваю. А выпиваю я много. И твои красочные платья. То есть опять же, да. Переходим к каким-то красочным платьям. То есть, да. Вот. Или платья в цветки выносили постоянно. То есть он об этом говорит. Может быть, вы любили какой-то ретро-стиль. Я тебя ревную. Говорит. Я хочу приехать к тебе. А мне холодно без тебя. А почему ты резко ушел? Расскажи. А заставили. Смотрите, его могли подпаивать. Реально на месячную кровь. Кто-то. Она могла, жена, ему что-то подливать. А заставили, говорит. Ну вот заставили понятие растяжимое. Может, заставили морально. Может, заставили магически. Она меня сейчас держит. Но она меня не отпускает. Я хочу к тебе идти. А вот как бы она меня держит. Это жена. Это жена. За мной наблюдает ее отец. Знаете, как будто родственники с жены рядом его окружили. И они его не пускают. А что ты будешь делать? Говорит. А я не знаю, мне больно. Вот опять, да, тяжелая энергия. Он передает о болезненной ситуации между вами. Вы давно друг друга не слышали. Уже год. Он говорит почему-то год, 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 год. Смотрите, да. Кто-то год друг друга не слышал. Мне больно. Говорит. Как мне больно? Почему тебе еще больно? Расскажи. Потому что неправильный выбор. Он говорит. Так тяжело. И передай, что тяжело. Лет 38. Может, лев по знаку зодиака быть. Родится летом он может. Ну, мне больно, говорит. Я слежу за ней и пытаюсь что-то узнать. Какой-то я держу план. Но я хочу ее наказать за что? Во-первых, я наказан. Он говорит сам. А во-вторых, хочу ее наказать за что-то тоже. А за что? Давайте спросим. А, и еще такой момент. Я быстренько хочу сказать. Девочки, которые меня просят гадать на политику или еще что-то там на Навального, я не дура. Они говорят, все ведьмы гадают, во-первых. Тут не все ведьмы. И я не все. Вот. Правду говорю. Тут истинных мало. Я одна из истинных от остальной шарлатанью. Которая бежит и хайпует на всяких темах. Я умная. Я не буду лезть в политику. До свидания. На этом вопросе. Он говорит, за что-то хочу. Я прийти хочу или домой, или наказать людей. А, он говорит, я узнал о том, что кто-то ее обижает, что ли. Кого ты будешь наказывать? Отправляет какого-то мужчину к вам на... Че ты отправляешь-то? Он отправляет какого-то мужчину к вам. Или отправлял, чтобы возле дома смотрел этот мужчина, что ли, да. Но он говорит, я хочу наказать кого-то. То есть, вот, я хочу кого-то наказать. И все. Сейчас, минуточку, я клиенту отвечу. Ну, извините, так, да. Так. Ну, извините. Так. Ну, извините. Ну, извините. Ну, извините. извините я должна ответить извиняюсь сюда это некрасиво я знаю но вот женщина пишет надо помочь ей почистить ребенка он хочет кого-то наказать он узнал что-то да и какая-то новость его на сразила на повал то что-то узнал или хотел поехать он говорит о том что я хотела к не поехать на меня что-то останавливало то есть я хотел к ней ехать на меня что-то останавливало меня что-то вот как бы не давала потому что я боялся что ли начать заново резко произошло разрушение отношений да он говорит я закрыты и я буду сейчас закрыты ты собираешься открываться скажи ты собираешься вообще открываться до собираюсь крыма резко хочу приехать резко хочу приехать то есть да но он опять же говорит о долгом молчание о том что долго не видел вас и он не знает как пройдет встреча резко произошло все очень резко 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 то есть он говорит о резкости вот он постоянно кстати в движении он рассказывает о том что где-то он проезжает вас может не то что вас а может и вас видел потому что он рассказывает да он сейчас рассказывает о том как болит душа как не хватает вас как он воет на луну действительно как вот это да вот вот эти вот псы собаки возле цыганских кибиток вот и больно больно тяжело вот он говорит когда ночь наступает мне больно хочу выходить и выть а ты воешь да понятно что вот ты не можешь прийти но говорит тоска гробовая нападает на меня просто паска гробовая говорит нападает нереальная нападает говорит я вспоминаю все что между нами было и я наверное даже хотел бы и от нее ребенка но мне очень тяжело и мне очень больно говорит мне очень досадно вообще находиться сейчас в таком состоянии потому что передо мной она стоит и я понимаю что возможно она может кого-то найти он еще и ревнует и он знаете говорит возможно она у него постоянно крутятся мысли о том что я же ушел понятно что она с кем-то было все равно ждать то она не будет вот понимаете у него и такие мысли еще до которые присутствуют у него возможно он какому-то определенному мужчине ревнует вас да говорит о сильной боли мысли о вас пьет час но вот он говорит как страсть у меня к ней тянет и я вот и день рождения 10 марта но он кого-то засылает есть люди засланные которые приходят с расстояния или же кому-то могут в домофон перебоникать или же да звонить по телефону и молчать в трубку мне много что есть ей рассказать но я не знаю как это сделать произошло очень много в жизни моей поменялось я не знаю как я буду ей рассказывать но обязательно у нас будет встреча вот я хотел бы вот так да он хотел бы семью он представляет семью но эта семья уже есть он говорит извини у меня семья уже но я могу слышали где-то на просторах интернета вот есть мы в душе давно женаты вот что-то про вас говорит я почему-то смотрю на своих детей у меня печаль а печаль потому что наверное я хотел бы с тобой этих детей но я на страже говорит на страже чего тебя что ли а я получаю какую-то информацию да девочки давайте еще такие моменты я не буду скрывать я вижу других женщин которые идут все-таки здесь он развлекается и он так пытается забыться тут есть другие женщины с которыми он трахался напрямую скажу и заливал все алкоголем кому-то он станет может быть противен после этого но он заливал алкоголем он трахался его друзья такие всегда которые тянет тянут его на какие-то приключения друзья разных возрастов опять же повторяю да но не знаю нужен ли вам такой мужчина друзей много гулящих да хорошо вот ты говоришь о любви а что тебе не хватало а тут у нас сейчас он открывает других женщин все-таки это гулящая натура гулящая натура я сам наткнулся на свои штыки которые ей ставил говорит а сейчас я как подвешенный кролик на сижу и я на солнышко гляжу хочу достать рукой говорит ну не могу не достать все мне нужна с ней встречи а встреча будет и я готов к ней мы решим все по правосудию но не сейчас не девочки не сейчас потому что семья потому что жена рядом потому что еще есть другие женщины и все же он рассказывает о них друзья рассказывает не он говорит о движении что он постоянно в движении он едет движение тяжело я еду мне тяжело я пытаюсь мысли они заглушить все любовные треугольники то есть говорит о предательстве и вот такая карта еще такая выпала до тяжелая он говорит что возможно я чтобы они они не думать призывал даже или смерть или был на грани смерти да да человек говорит кстати мог попасть в аварии у него могла загореться машина либо же вы попали в аварию да у вас что-то загорелось то есть такое вот что-то я тоже вижу вот такое вот девочки было послание ну а кому нужны мои личные расклады кому нужна моя личная помощь вы можете обращаться ко мне на ватсап номер своего ватсапа я указываю под видео вы можете туда написать и заказать на личную диагностику если я увижу что да вам нужна помощь или вам действительно нужна помощь в каких-то да там нужно сделать какой-то ритуал надо вмешаться в жизнь помочь да да это тоже возможно всем желаю добра всем желаю благ будьте здоровы главное здоровья до свидания